Я никогда, вот прости меня, это не пойму, наши последние программы, господин Душутин, главный военный строитель Москвы, молодой человек, возглавил вдруг не дня на стройке в СУ знаменитое военно-строительное управление Москвы. Это то самое управление, десятки тысяч строителей, они когда-то строили театр Красной Армии, колоссальное количество объектов. За три года, потеряв реестр в СУ, господин Душутин, мы об этом говорили неделю назад очень подробно, опять-таки реакция Чайки была, уголовное дело возбудили сразу после нашего сюжета. Мы предполагаем, аккуратно скажу, украл более 30 особняков, принадлежащих Министерству обороны, в центре столицы, записал их на маму Зою Петровну, на папу, даже на шофера. Где он сейчас Душутин? В списках, уже после возбуждения уголовного дела. Он теперь один из самых справедливых людей в России. Пятый номер по Волгограду. Да. Алексей Викторович. Добрый день. Скажите, пятый номер, да, по Волгограду? Да. А почему по Волгограду? Ну, я сейчас на переговорах нахожусь, вам прямо сейчас объяснить. Да. А в чем проблема? Почему я не могу выбрать Волгоград? Нет, можете, конечно, проблема в уголовном деле. В каком? В вашем уголовном деле. Я не знаю об этом. Об уголовном деле? Да. А зачем пятый, явно непроходной номер господину Душутину в списке «Справедливой России» по Волгограду? А потому что с кандидатом в депутаты, с 5 ноября, еще раз скажем, по закону, с кандидатом в депутаты, никаких следственных действий, невзирая на уголовное дело, проводить нельзя закон фактически неприкосновенности. За этот месяц, предполагаю я, Андрей Караулов, он трижды продаст те же самые особняки по цепочке, чтобы окончательно запутать следы. И уедет из России, сбежит, и никто его на границе не остановит. Потому что у него неприкосновенность кандидатов в депутаты. Вот что творится. Очевидно, что «Справедливая Россия» вбила в свою политическую судьбу еще один большой осиновый кол с Душутиным. Сейчас все они там рты открывают. Ой, а мы не знали, скажут мне лидеры. И Душутин не знает, что существует уголовное дело. Я прошу лидеров «Справедливой России» записать номер и проверить то, что я говорю. Это номер 665-051. Оно возбуждено Главным следственным управлением Москвы по факту, внимание, мошеннических действий в отношении имущества военно-строительного управления нашей столицы. Какие вещи покупаются? Вот парень себе купил неприкосновенность. Предполагаемый купил, да, на месяц неприкосновенность. Во всяком случае, замести какие-то концы, он... Скорее всего, получится. И получив вот эту неприкосновенность, он сможет действительно и путешествовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok